Эти гонки на боевых машинах десанта чем-то напоминают танковый биатлон. Скорости, правда, повыше, а вот задачи вполне схожие. Протяженность трассы 3,2 км с сюрпризами. Здесь есть и косогоры, и трамплин, и брод. На огневом рубеже из пулемета ПКТ калибром 7,62 мм экипажам предстояло за 18 патронов поразить появляющиеся мишени на расстоянии 600, 700 и 800 метров. Из 30-мм автоматической пушки уничтожат цели, имитирующие бронетехнику противника за 12 снарядов на дальности до полутора километров. Первыми на старт вышли десантники из Казахстана, Белоруссии и Республики Союз Мьянма. Он сказал, что он приехал сюда для его первого раза, и он очень рад и опыт будет получать. Он сказал, что ему надо тренировать много, он так сказал. На соревнованиях он хочет получать посетку хорошо. Впрочем, лучшее время в упражнении и меткую стрельбу по мишеням показали экипажи боевых машин из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана. Мы готовы нормальную сеть, чтобы полететь детские первые места. Международные соревнования — это как олимпиады, но только это военные олимпиады. Это больше, чем между странами, которые взаимодействуют. Тем временем на полигоне «Сельцы» соревнуются боевые стрелки, выполняя три упражнения, имитирующие различные виды боя. Например, в бою на болоте на качающейся платформе необходимо из автомата поразить мишени по мере их появления, дальше переместиться вправо или влево по коридору, ближние группы мишеней поразить из пистолета, на одной из позиций провести бросок гранаты. Главные нормативы — точность, безопасность, время — самые важные составляющие в реальных боевых условиях.